Солнечный конь – центр экспозиции выставки «За солнцем следа». Вокруг него сосредоточены куклы-обереги хозяюшки. По традиции их делают без лица, чтобы злые духи не смогли в них вселиться и навредить хозяевам. Дополняют композицию панно и шкатулки, выполненные в народном стиле. Островок русской культуры в Музее игрушки создали воспитанники Объединения дизайн станции юных техников. Коня мастерила Ярослава Катаева. Я, наверное, делала его два месяца. Это была сложная работа. Я его делала… Он у меня стоит на каркасе. Я его делала из специальных палок и обтягивала их локовым началом. Подручные материалы терпения и море фантазии – ключевые составляющие выполненных работ. Экспозиция отражает самобытность и преемственность поколений. Это демонстрация возможностей рукоделия как части быта. Это школа мастерства и подмастерьев. Здесь каждый экспонат несет в себе частицу души, любовь и трепет, с которыми его изготавливали. Я представила на выставке шкатулку и пеленашку. Шкатулка была сделана из дерева. Представила я ее в виде темы городца, потому что мы туда ездили с мамой и осталось очень много впечатлений. Сначала задумывалась, что это будет как дуб у локоморья. Но потом мы решили сделать этот двор как дядя Миша. Мишку можно поднять и пошевелить. Можно поставить вместо него другую кружку. Куклу я делала по принципу складывания бумаги. А шкатулку я делала в народном стиле. Я делала куклу из ниток, техникой связывания и отрезания ниток. Большая коллекция пеленашек, бумажные куклы, фонарики, шкатулки для хранения украшений, денег или фурнитуры. Открытки ручного творчества. Представленные экспонаты – результат работы воспитанников СЮД за последние полтора года. Это показательная экспозиция достижений творческих работ учащихся. То есть, за солнцем следом название выбрала не случайно. То есть, нас объединяет любовь к творчеству. У нас есть огромное желание делать творческие, красивые работы. То есть, объединяет нас еще дружба, взаимовыручка. То есть, мы идем дорогами добра. Посетить выставку можно в часы работы музея без возрастных ограничений. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.